В связи с 29-й годовщиной независимости Республики Узбекистан на имя главы нашего государства поступают сердечные поздравления руководителей зарубежных стран, ведущих международных организаций, видных государственных, общественных и религиозных деятелей. В поздравительных посланиях отмечаются успехи, достигнутые Узбекистаном в области государственного и общественного строительства, результаты масштабных социально-экономических реформ, направленных на обеспечение устойчивого развития страны и повышение уровня жизни населения, укрепление авторитета Республики на международной арене. В письмах выражаются искренние пожелания мира и благополучия многонациональному народу Узбекистана и лидеру нашего государства, а также уверенность в скорейшем совместном преодолении стоящих перед мировым сообществом глобальных вызовов и угроз. Президент Республики Узбекистан Ваше превосходительство! Позвольте передать народу Республики Узбекистан теплые поздравления по случаю Дня Независимости. Каждый член Организации Объединенных Наций имеет свою уникальную культуру и историю, разнообразие которых обогащает ООН и наш мир. Участие Вашей страны в деятельности ООН по всему спектру международной повестки дня чрезвычайно важно. В этом году, в первом десятилетии действий по достижению целей в области устойчивого развития, мы должны повысить наши коллективные амбиции в построении справедливой глобализации, которая работает для всех, и принять решительные меры по борьбе с изменением климата. Во всех этих усилиях я рассчитываю на вклад и поддержку со стороны Республики Узбекистан в нашем стремлении к более мирному, справедливому и устойчивому миру для всех. Примите Ваше превосходительство заверения в моем самом высочайшем уважении. Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН. Его превосходительству господину Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан Дня Независимости. Общеизвестные успехи, достигнутые Узбекистаном в экономической и социальной областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Российско-Узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи на благо наших дружественных народов. Искренне желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания. С уважением, Владимир Путин, президент Российской Федерации. Его превосходительству, господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый господин президент, позвольте мне от имени правительства Китайской Народной Республики и Китайского народа, от тебя лично, выразить вам и дружественному народу Узбекистана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 29-летия государственной независимости Республики Узбекистан. Последние годы под вашим сильным руководством в Узбекистане всесторонне продвинулись реформы в различных областях. Достигнуты большие успехи в строительстве государства. Китай этому искренне рад. После вспышки коронавирусной инфекции Узбекистан объединился в борьбе против этой эпидемии. Я твердо верю, что узбекский народ непременно одержит победу над этой эпидемией. В мае этого года между нами состоялся дружеский телефонный разговор, в ходе которого достигнуты важные договоренности касательно общей борьбы с коронавирусом и углубления двустороннего сотрудничества. Я уделяю большое внимание развитию китайско-узбекских отношений и высоко ценю сложившиеся с вами добрые рабочие отношения и личную дружбу. Я готов вместе с вами прилагать усилия к достижению новых результатов в развитии китайско-узбекских отношений, всестороннего стратегического партнерства на благо двух стран и народов. Желаю дружественному Узбекистану процветания и могущества, а его народу счастья и благополучия. Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый господин президент, от имени американского народа поздравляю вас и народ Узбекистана с 29-й годовщиной независимости вашей страны. Соединенные Штаты вместе с вами поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность вашей страны. Я высоко ценю наше расширяющееся партнерство, которое за последний год только углублялось, даже несмотря на глобальные вызовы. Я ценю вашу инициативу по укреплению связи между странами Центральной Азии и улучшению сотрудничества и взаимосвязей с Афганистаном. Я также высоко оцениваю вашу амбициозную программу реформ, которая, когда она будет полностью реализована, обеспечит более открытое и процветающее будущее для народа Узбекистана и региона в целом. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются вашим партнером в этих инициативах и в борьбе с COVID-19. Надеюсь на еще более продуктивные результаты нашего сотрудничества в предстоящем году. С уважением, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Его превосходительству, господину Шавкату Миромоновичу Мерзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника Республики Узбекистан – Дня Независимости. За прошедший по историческим меркам короткий срок ваша страна достигла больших успехов, превратилась в активного участника не только Центральной Азии, но и в международной арене. Сердечно желаю процветания и динамичного развития братскому Узбекистану, достижения светлого будущего для узбекского народа, возглавляемого вами. Хочу отметить ваши усилия в рамках укрепления партнерства и взаимодействия между странами нашего региона, в том числе в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Уверен, что стратегическое партнерство, сформированное на основе многовекового традиционного сотрудничества между нашими странами, будет и впредь развиваться. Пользуясь случаем, уважаемый Шавкат Миромонович, желаем вам огромного здоровья и больших успехов а братскому народу Узбекистана мира и благополучия. Искренне, Нурсултан Назарбаев, первый президент Республики Казахстан, Елбасы. Его превосходительству господину Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Независимости Республики Узбекистан. Под вашим сильным и авторитетным руководством Узбекистан уверенно притворяет в жизнь широкомасштабные, далеко идущие реформы, которые способствуют обеспечению устойчивого развития узбекского государства, укреплению его позиций на международной арене. В Казахстане искренне рады достижениям Узбекистана и придают большое значение дальнейшему укреплению братских уз и всестороннего сотрудничества между нашими странами. Убежден, наш доверительный и активный диалог по всем вопросам взаимодействия двух государств будет и впредь служить надежной основой поступательного развития казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, новых успехов в вашей государственной деятельности, о братскому народу Узбекистана благополучия и процветания. С уважением, Касым Жомар Токаев, президент Республики Казахстан. Его превосходительству господину Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, мой дорогой брат от имени народа и правительства Туркменистана а также от тебя лично, имею честь направить вам и вашим лице всему народу Республики Узбекистан сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости вашей страны. За годы независимости братский Узбекистан добился значительного прогресса в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета на международной арене. Устойчивое социально-экономическое развитие вашей страны является наглядным подтверждением эффективности выбранного курса. Особо хочу подчеркнуть, что в Туркменистане искренне дорожат отношениями с Республикой Узбекистан, которые благодаря обоюдному стремлению сторон год от года наполняются новым содержанием. Твердо убежден в том, что теплота и взаимное доверие, которые присущи нашему диалогу, будут и в дальнейшем способствовать укреплению и развитию стратегического партнерства во благо двух братских народов. Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и счастья, а народу Узбекистана мира, благополучия и процветания. С глубоким уважением Гурбангулы Берда Мухаммедов, президент Туркменистана, его превосходительству господину Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Дорогой Шавкат Миромонович, от всей души поздравляю вас и всех ваших сограждан с национальным праздником Днём Независимости Республики Узбекистан. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе о братскому узбекскому народу, вечного мира, благополучия и процветания. За годы независимости Узбекистан прошёл большой путь строительства государственности и добился значительных успехов в социально-экономическом развитии, в обеспечении роста благосостояния народа и укреплении своего международного авторитета. Особо впечатляют преобразования, осуществляемые сегодня во внутренней и внешней политике страны, под вашим, уважаемый Шавкат Миромонович, руководством. Последовательное углубление и расширение таджикско-узбекских отношений дружбы и многогранного сотрудничества всегда было и продолжает оставаться важнейшей составляющей внешнеполитического курса Таджикистана. Отрадно отметить, что в последние годы совместными усилиями сторон плодотворное межгосударственное взаимодействие Таджикистана и Узбекистана неуклонно развивается во всех сферах общих интересов. Убежден, что мы, основываясь на многовековых традициях дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия, будем и далее всемерно укреплять отношения стратегического партнерства двух стран на благо наших братских народов в интересах обеспечения мира, стабильности и дальнейшего развития конструктивного сотрудничества в нашем регионе. С глубоким уважением, Эмамалер Рахмон, президент Республики Таджикистан. Его превосходительству, господину Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Уважаемый Шавкат Миромонович, от имени народа Кыргызской Республики и от тебя лично искренне поздравляю вас и весь народ Республики Узбекистан с Днём Независимости. Хочу отметить, что под вашим руководством значительно укреплена позиция Узбекистана в регионе и во всём мире. Дают положительные результаты масштабные реформы, проводимые внутри страны. Глубоко убеждён, что с вашей поддержкой отношения дружбы и добрососедства, основанные на принципах взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства, будут и впредь динамично укрепляться ради светлого будущего двух народов. Уважаемый Шавкат Миромонович, желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а братскому народу Узбекистана мира и процветания. С уважением, Сорумбай Дженбеков, президент Кыргызской республики. Его превосходительству, господину Шавкату Мирзиёеву, президенту республики Узбекистан. Уважаемый господин президент, мой дорогой брат, от имени нашего народа и от себя лично, искренне, от всего сердца поздравляю вас, ваше превосходительство, и в вашем лице весь народ Узбекистана с Днём Независимости. 29-летие независимости Узбекистана, дружеской и братской страны, является для нас большим источником радости и счастья. Турецкая республика и дальше будет поддерживать Узбекистан и узбекских братьев. Мы все еще помним прекрасные моменты вашего визита в нашу страну в феврале этого года для участия в первом заседании Высшего Совета по стратегическому сотрудничеству и открытии библиотеки при администрации президента. Учитывая интенсивность наших отношений, которые выведены на уровень стратегического партнерства, важно сохранять и поддерживать достигнутую динамику. В этой связи мне было приятно получить ваше поздравительное письмо по случаю праздника Курбан-Хаид и ваше приглашение в Узбекистан для проведения очередного заседания Высшего Совета по стратегическому сотрудничеству. Буду очень рад посетить Узбекистан в будущем в удобную дату, которая будет определена по дипломатическим каналам. Пользуясь случаем, желаю вам ваше превосходительство, здоровья, счастья и благополучия о дружественному и братскому узбекскому народу процветания. Реджеп Таип Эрдоган Президент Турецкой Республики Его превосходительству господину Шавкату Мерзиёеву Президенту Республики Узбекистан Уважаемый Шавкат Миромонович разрешите от всей души передать вам и народу Узбекистана самые теплые поздравления в связи с празднованием 29-летней годовщины обретения независимости Республики Узбекистан. Я надеюсь, что отношения между нашими странами, которые были подняты до уровня особого стратегического партнерства в рамках моего визита в Узбекистан в прошлом году и впредь получат еще более активное развитие. В настоящее время весь мир переживает трудные времена в связи с пандемией COVID-19. При этом я надеюсь, что наши страны посредством тесного сотрудничества смогут с мудростью побороть COVID-19 и поднять уровень двусторонних отношений на новый, более высокий уровень. Уважаемый Шавкат Миромонович, разрешите пожелать вам крепкого здоровья и успехов, а также бесконечного процветания Республики Узбекистан. С уважением, Мун Джей Ин, президент Республики Корея. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Господин президент, направляю вам и гражданам вашей страны свои сердечные поздравления с Днём Независимости Республики Узбекистан. Очень отрадно, что со времени наших взаимных визитов в прошлом году отношения между Узбекистаном и Германией продолжили укрепляться. Его превосходительству господину Шавкату Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Господин президент, направляю вам и гражданам вашей страны свои сердечные поздравления с Днём Независимости Республики Узбекистан. Очень отрадно, что со времени наших взаимных визитов в прошлом году отношения между Узбекистаном и Германией продолжили укрепляться. Пандемия COVID-19, ставшая серьезным вызовом для всех нас, демонстрирует важность доверительного и партнерского сотрудничества в условиях кризиса. Именно сейчас зримые плоды приносят в том числе и инициированные вами процессы реформ и модернизации. Желаю вам и далее успешно следовать этому курсу и могу заверить, что Германия и впредь готова поддерживать Узбекистан на этом пути. Желаю вам лично всего самого доброго о народу Узбекистана, мирного будущего в условиях свободы, безопасности и благосостояния. Франк Вальтерштайнмайер, президент Федеративной Республики Германия. Также свои поздравительные послания направили Нарухито, император Японии. Рам Натхковинт, президент Индии. Ашраф Гани, президент Афганистана. Ильхам Алиев, президент Азербайджана. Александр Лукашенко, президент Беларуси. Игорь Дадон, президент Молдовы. Владимир Зеленский, президент Украины. Елизавета II, королева Великобритании, Северной Ирландии. Филипп, король бельгийцев. Филипп VI, король Испании. Вильям Александр, король Нидерландов. Карл XVI Густав, король Швеции. Александр Вандербеллен, президент Австрии. Румен Радев, президент Болгарии. Яныш Адер, президент Венгрии. Серджо Маттарелло, президент Италии. Эгелс Левиц, президент Латвии. Анджей Дуда, президент Польши. Зузана Чапутова, президент Словакии. Милош Земан, президент Чехии. Симонетта Саммаруга, президент Швейцарии. Франциск, глава Римско-католической церкви. Халифабин Зайд Аль-Нахаян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Абдельфаттах Ассиси, президент Египта. Хасан Рухани, президент Ирана. Имран Хан, премьер-министр Пакистана. Хейсам Бен Тарик, султан Омана. Джокови Додо, президент Индонезии. Султан Абдулла Рятуддин Аль-Мустафа Биллах, король Малайзии. Халима Якуб, президент Сингапура. Родриго Дутерта, президент Филиппин. Махмуд Аббас, президент Палестины. Абдул Хамид, президент Бангладеш. Шайха Хасина, премьер-министр Бангладеш. Абдельмаджид Тибун, президент Алжира. Бунянг Ворачид, президент Лаоса. Хоседанель Ортега Сааведра, президент Никарагуа. Мухаммад бин Заид Аль-Нахаян, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Абудабе. Мухаммад бин Рашид Аль-Мактум, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай. Тюй Дуньюй, генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации, ФАО. Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной Туристской Организации. Куньо Микурия, генеральный секретарь Всемирной Таможенной Организации. Салим Аль-Малик, генеральный директор Исламской Организации по вопросам образования, науки и культуры, АССКО. Жильбер Унгбу, президент Международного фонда сельскохозяйственного развития. Багдад Амреев, генеральный секретарь Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств. Поздравительные послания глав зарубежных государств, правительств, международных организаций, видных политиков и общественных деятелей продолжают поступать.